Семькотельня у системы жилево-коммунальной господарки планует сё лето модернизовать у Витебской области. Выники минулого отцепляльного сезону и подрыктовку до нового осенне-зимового периоду обмярковывали на пасаджении Витебскага облваканкама. Навучание бяспечным поводзенам празвиртуальную реальность. У Витебску открылся Центр бяспеки областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях. Витебск отзначил свято, присвеченное Дню обороны дятей. Основные мероприемства ладилися на базе АДДИНОЮ в области специальные агульно-аддукацыйные школы-интерната для дятей с порушением слыху. Летаю вас у эфира новины Витебской области. Устуды и Артур Смоляков. Семь котельню системы жилево-коммунальной господарки планують сё лето модернизовать у Витебской области. Выники минулого отцепляльного сезону и подрыктовку до нового осенне-зимового периоду обмярковывали на пасаджении Витебскага облваканкама. У регионе плануються протягивать работу по энергоизбереженне и скороченне страт подробязностей у наступном материале. У минулом отцепляльном сезоні была забезпечена безаварийная праця теплокрыниц и не было сбоя у подачи тепла спожурцам региону. До того ж удалось и досягнуть певного скороченне теплострат. Всё лето плануються заховать становчую динамику по энергоизбереженне. На этот сезон у нас опять поставлены серьёзные задачи. В первую очередь это по подготовке теплоисточников, по замене теплотрасс, чтобы снизить потери тепла. То есть работаем, планомерно работаем. Запланованы работы по модернизации обсталевания «Сямикотельню». Пять из них будут обновлены на Аршанщине, по одной в Городотском районе и у Витебску. Так само у планах подрыктовки до нового тепляльного сезона замена 65 км теплосеток. Укладывать будут попередние термоизаливанные трубы. Зараз ведутся закупки. Для того, чтобы получить максимальный эффект от замены тепловых сетей, значит, бюджетное финансирование выделяется только на проектирование, на закупку материалов. Строительно-монтажные работы ведутся по способам предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Для выполнения задания на 2017 год по доле использования местных видов топлива в размере 75% планируется обеспечить до начала топительного периода ввод котлов на местных видах топлива с загрузкой на трех котельных. На эти цели предусмотрено 2,2 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 1,3 млн. рублей и из республиканского бюджета 0,9 млн. рублей. Недостаток финансирования составляет 2,7 млн. рублей. Вы сократите затраты в конкретном районе, допустим, на 2-3 млн. рублей и вложите эти затраты, централизуйте, централизуйте, я повторяю, и сделайте 2-3 котельных, а не размажьте их на минвату, на утеплитель и так далее. То есть, если вы не централизуете затратный час, который сэкономит, у вас не будет развития, это будет просто приедание. Экономит затраты, допомагая в икористане мясцовых видов палева. Их долю в агульном палевном балансе селета досягнула маль 68%. И это один из лучших показчиков в Украине. Настасья Броука, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Научание безопасным поводинам празвиртуальную реальность. В Витебску открылся Центр безопасности областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях. Для жихеров в области, незалежно от взрослых, это уникальная махчымасть у доступной форме овалодать навыками и способами обороны у вынеку изникнения пожару и иншах надзвычайных ситуаций. Як и чому будуть вучить у виртуальной школе, высвятляла Инна Киренкова. Научиться жить в безопасности, уметь застерохнуть себе на выпадок любых надзвычайных ситуаций. И в этом допоможет Центр безопасности, який створен на Витебске не у першиню. Значную финансовую поддержку оказало областное управление Держпрамнагляду. Усе помешканье центра, який разместился на первом поверхности будинка, обсталеваны высокотехнологичными адукационными тренажерами-симуляторами. С их допомогой каждый наведбольник центра сможет опынуться в реальной надзвычайной ситуации. Тут можно будет вывучать причины пожара, отпрацовывать навыки использования вогнетушителям и эвакуации про задымленный лабиринт. Ребята, в этой комнате мы с вами сейчас будем обучаться, как вызывать экстренные службы, если вдруг вам понадобится помощь. У нас есть единый номер, по которому мы можем вызывать все экстренные службы. Какой это номер? Совершенно верно, 112. И спасателей мы вызываем по номеру какого? Стояние. Как выкликать службу ротований, что необходимо поведомить диспетчеру. Самые юные наведбольники центра попробовали зарабить это самостоянно. На угол каждый зал открывает широкие мягчимости для працовки практичных умений и навыков. Тут может греметь гром и близкость маланка, трошать лед. Створены навод квест «Покой», где любой жадающий может проверить свои веды по бяспеции. Достатково только пройти пропонованный тест. Сегодня у меня была возможность проверить свои знания пожарной безопасности, и на тесте пожарной безопасности. Что я могу сказать? Тест составлен очень грамотно, были составлены очень корректные вопросы. То есть, как для детей 6-10 лет, о них ответить очень легко. Там есть и пазлы, и картинки, и все достаточно интересно и просто. Навучаться правилам беспечных поводин, приемам оказания пешей медицинской допомоги могут как дети, так и дорослые. В программе экономического развития нашей страны записано создание семи центров в областях и в городе Минске в течение 2016-2020 годов. Ну, я думаю, мы в следующем году уже по этому центру в каждой области будем иметь. Ну, а дальше будем двигаться. Я думаю, это очень полезная и нужная составляющая. И даже взрослым прийти и какие-то элементы безопасности для себя освоить будет полезно. Двери центра обеспеки отчинены для всех жадающих. Инна Кириленкова, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Колькость злочинства у Витебской области с початку года скоротилась на 8%. Такую статистику агучу прокурор Витебской области Вадим Сушчинский. Регион займает третью позицию республицы по колькости здейственных злочинствов на 10 тысяч насельництва. Знизилась колькость тяжких и особливо тяжких злочинствов. Забойство, нанесение тяжких телесных пошкоджений, рабовництво, крадежо и хулиганствов. Менш супрацправных деяне управнание с минулым годом зарегистровано и у молодзевым асяродзе. Гэтаму садзеничаю в першую чергу активная профилактичная работа с неполнолетними. Мы проводим соответствующие мероприятия прокуратура области совместно с управлением образования, чтобы дети, как я вам сказал, сами себе предоставлены не были. Чтобы они были под присмотром соответствующим. Если дети чем-то заняты, спортом, художественными вопросами, таки преступлений этих нет. Вот это самая главная занятость наших несовершеннятных малышей. Разом с тем прокурор Витебской области подчас встречи с журналистами отзначил, что за четыре месяцы взросла колькасть махлярствов, угону автотранспорту, сгвалтованню и замахал на их. А пош не таки выпадок отбился вчера у вечера у Витебска. Мужчина напал на девятигадовую девчонку. Коли 17-ти годин школьница верталася до дому с тренировки, коли в подъезде дома я ее повалил мужчина и подспробовал сорвать я ее вопротку. Девчонка кричала и активно сопротивлялася. Это и вымусила гвалтовника отступить. Одразу после сдарения до правооховников звернулася бабуля девчонки. Далее поддей разгортвалися им клево. И литерально празд, годину мужчину затрымали сопротивники Департамента Аховы. На место происшествия были стянуты все силы и наряды, которые несут охрану общественного порядка, отдел уголовного розыска, охрана, патрульно-пустовая служба. Приметы, которые нам передала потерпевшая девочка, а также дополнительные сведения, которые были получены в ходе опроса очевидцев, жителей района, где было совершено нападение, помогли своевременно в течение часа задержать злоумышленника. Он был задержан нарядом отдела охраны Первомайского района города Витебска. В районе областной больницы. Дозреваемым оказался 34-летний житель Витебского района, ранее судимый за кражу, нигде не работающий. По предварительным сведениям, состоит на учете у психиатра. Мужчину попередние опозналі сведки здарэння. У адносінах яго узбуджена кримінальнае справа за замах на гвалтовны ідеяне сексуальнага характеру адносінах заведома малалетняга. Слеччая гляделі місцца здарэння, апыталі сведкаў, зараз працуюць затрыманам. Установлено, што на момант здарэння мужчина был цвярозам. Призначены шэрах експертыз. Тым часам Витебск адзначыў свята, прысвечанная дню абароны дзятей. Основные мерапреемства ладзіліся на базе адзіную в області спеціальна гульноадукацыйны школы-интернаты для дзятей с порушынім слыху. С подарункамі ў гості да мяццовых выхаванців прайшлі дарослай і вучні школ першамайскага района. Падрабязнасці ў наступным матрэялі. Клопата аб самых малінкях. Мі навіта з гэтай мэтай Беларусь кожны год адзначае дзень абароны дзятей. Та падстава звернуться до дзятячых праблем, для інших махчымасть падарыць хлопчикам і дзявчынкам свята. У нашай країні ахова дзятінства ў літоральнім сэнсі справа ўсінародная. Гэта адзін з прайерытэтных на прамкаў дзержавной палітыкі. Апошнія корріктывы ў законодавстве ў подтверджэнне. Некатаре новшества дабавлены. Такі, как мама можат во время дзекретного отпуска на полставкі подрабатываць офіціальна. Також, возможно, отдават детский сад і до трёх лето пособие не буде лишаться. Закрепили такую услугу, как предоставление нянь семьям, воспитывающих, родившись одновременно двое и более детей, им предоставляется няня на 4 часа в день, а трое и более детей на 8 часов в день. А також для семей, неполных семей, воспитывающих ребёнка-инвалида до 14 лет. У Витебской школе-интернате для дзятей с порушением слыху свята, присвеченная Дню обороны дзятей, заусюды проходит весело. Сёліта тарітура і установы стала казачной країной, дзе кожны мог запустіць вілізарны мыльны пузыры і отримаць на память креативны аквагрым. Свята тут ладзіць четвертый год запар, і у дзільнікаў заусюды шмат. Сьогодні у нас в гостях клоуны шоу мыльных пузырей, шоу «Химик Кицк». Это наші ребята, які устроили конструкторське бюро, будуть изготавливаць із шариков различныі падзелкі. Аквагрим – адзельна плащадка для малышей і спортивна плащадка, там ест інтелектуальныі конкурсы. У ліку гостей школы-інтерната – приёмная мати Вера Папова і Ганна Пашківич тут частая гості. У сім'ях по два приёмная дзіцяти. Жанчыны ўпэлніный любоў, якую яны отримліваюць, варта ўсіх тяжкостю, які даводзіцца перадолюваць. Я 30 лет проработала в доме ребёнка, который знаходзіцца у нас в медцентре. І мої дзіць двоя. Своїх у мене взрослых дзіць, і двоя дзіць у мене оттуда. Первую девочку. Они з моей групи, я работаю учителем-дефектологом. І первая девочка в 98-м году ещё была взядена. Щас їй уже 25 лет і є внучка. Вот щас я поняла, що це дело моє життя. Міне так нравится, коли видиш, що ти делаєш, що ти добре і щастливе, і сам радуєшся, що у тебе дзіць. Сьогодні у одній на усю в область школі-інтернате для дзіць с порушенням слыху учатся коля сотні школьників і тридцати дошкалят. Для большісті зіх сённішнія свята як другі дзін нараджіння. Дарослые знову постараліся зробіць так, каб гэты дзінь стаў для самых маленьких таким, якім і павінна быць саправднае дзятінства. Артур Смоляков, Станислав Дудзін, Новіны, Вітебск. На великій сцені Колосовського театра прем'єра. Спіктакль паводлі п'єсы Лявона Агулянськага глыток чужога віскім. По станоку жанры іронічны детектива житцявіў заслуженый дзейч мастацтво Республіки Беларусь Валерай Анісенка. Падрабязнасті ў Юлі Устіновай. Статут НАСЮГА КЛУБА Артур Смоляков, Дудзіньків і ўсяго, што адбываюцца пам'яжі імі, захомыцца абсалютнае конфіденційнацць. Голая прауда – другая красамоўная назва п'єсы Лявона Агулянськага «Глыток чужога віскі». Дзейні адбываюцца ў злучаных штатах Амерыкі. Хаця магло б быць дзе заугодна. Там, дзе пануец пажывецкі культ праха хрошай, становіща ўлады, які абяруць верх надзвычайными праявамі чалавечых пачутців, які становіцца ўсё больша екзотикай ці недарэчнастю. Абсалютнае адзінока, адзінота володыя чалавекам. Всё, што заугодна, а дзе душі дослукацца, палядзець вокаў вока, помалчаць разам, накрыцца слезой, мы забываем, нас адвучвае, таскать, соціум. Героя п'єсы – людзе паспяховы і цалкам забаспечаны. У будзеным житті янаносяць маскі добропристойных громадзян. Раскрываюцца характары ў экстремальны сітуацій. Нічакана персанажі дэмонструюць своё саправднае обличча. У п'єсы – экстравагантнае форма, ліха закручэны сюжэт, дэнамічнае інтрыга. Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг, Новіны, Витебск. І на гэтым выпуск Новін завершаны. Партнёр добрага надвор'я – газета Витбічы. Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. І мне нравится, што любимая газета Витбічы всігда пішыт о самом главном – Витбічы. Для меня і для тебя. Подпішись сігодня. У ближайші сутки па в області буде в облачна с проясненнями. Ночу, піроважна безопадка. У днём у особних районах короткочасовый дожджі. Ночу і раніцей, місцями слабый туман. Ветер па вночна заходні – 4,9 метрів за секунду. Температура па вітра ночу – плюс 4,9. Днём – 16,21 тепла. У Витебську в облачна с проясненнями. Ночу безопадка, у днём махчым і короткочасовый дождь. Ветер па вночна заходні – 4,9 метрів за секунду. Температура па вітра ночу – плюс 4,6. Днём – 17,19 градусів со знаком «плюс». Дзинерка па вximтерться. Субтитруйσε. Завидно.